Хей-хоу, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Парада, это Left to Survive, и это первый обзорчик на эту игру. Давайте посмотрим, что это за игра. Буду честен, я немножко позалип и прошёл её. Мне лично понравилась. Надеюсь, она вам тоже придётся по душе. Сурвайвл-шутер, зомби-шутер, который очень сильно похож на ковер-файр, который когда-то мы обозревали, который отлично зашёл зрителю, и вот подобную игру решили выпустить и в зомби-тематике. Весьма неплохой геймплей. Отличный, я бы даже сказал, графа. Немного-немного плохое управление по стрельбе, но я думаю, это всё чисто из-за того, что я играю всё-таки с симулятора. И если играть с телефона, то всё будет отлично. Потому что, как-никак, игры на Android предназначены однозначно не для ПК. Мы проходим кампанию, но сегодня мы посвящаем время не кампании. Сегодня мы посвящаем время именно обзору, ребят. И что я вам хочу сказать. В игре не решает донат. Это однозначно круто. Это то, что мне нравится, потому что меня бесит игры, в которых постоянно нужно вкидывать деньги, в которых реально решают именно деньги. И почему я должен вбрасывать это туда, если я не хочу этого, чёрт возьми, понимаете? В этой игре здесь, ну, в принципе, нету никакого доната. И из-за этого в неё очень комфортно играть. Мне это очень сильно нравится. Надеюсь, понравится и вам. А по поводу геймплея. Как я и сказал, мне немного не нравится стрельба, но, учитывая то, что я играю в симуляторе, я думаю, можно это убрать. Я уверен, что с телефона всё будет гораздо поудобнее. Так, здесь нельзя ходить. Это я вам сразу говорю. То есть, перемещаться по локации вы самостоятельно не сможете. Перемещение идёт тогда, когда вы выполняете условия данной миссии. И тогда персонаж сам делает смещение в следующую точку, с которой вы отыгрываете. Хорошо, если чивочку мы словили. Чем больше чивочек, тем больше мы получаем плюшек. Так, много у нас тут зомби. Не люблю дробошу, если честно. Очень большой разброс. И мне некомфортно с них стрелять. Поэтому нужно, как всегда, подпустить максимально блеска. И тогда уже убивать. Хорошо. Хэдшоты. За хэдшоты мы получаем тоже большое количество дополнительных денег, что очень вкусно. Так, отлично. Мы прошли эту миссию. Вон ещё один ко мне бежит. И, в принципе, практически всё. Мы его убиваем хэдшотиком в голову с одного выстрела. Отлично. Великолепно. Помимо кампании, ребят, есть активная работающая ПВП. Помимо ПВП-шек и кампании, у нас есть своя собственная база, где мы отстраиваем территорию. Где мы строим то, что нам необходимо. И увеличиваем количество, увеличиваем наши запасы. И показываем свою мощность среди дорогих игроков. Есть кланы, квесты и рейтинги. Что уже говорит само за себя. То есть, как мы помним ранее, в Коверфайре такой возможности не было. И у нас были только кампании, которые, к сожалению, очень быстро заканчивались. И из-за того, что они заканчивались, в игре нечего было делать. В этой же игре есть большая разнообразность. Есть ивенты. Вот, допустим, сейчас идёт фестиваль Змея-Дракона, который я вам покажу уже в следующем выпуске. И он довольно красочный, он довольно интересный. И в него уже можно с самого начала начинать играть. То есть, как вы видите, у меня база не расстроена. Я только начал в неё играть. Но уже сейчас я показываю хороший результат. И уже сейчас я кайфую от игры. В общем-то, ребят, если вы любите шутеры, если вы любите зомбей и вы любите сурвайвл, то эта игра идеально вам подходит для того, чтобы потратить пару лишних часиков на неё. Всем спасибо! Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И если хотите ещё новых выпусков по этой игрушке, обязательно пишите в комментариях. Всем спасибо! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok